Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях член общественной палаты Одинцовского городского округа, председатель комиссии по туризму и народным промыслам Галина Рязанова и будущий консультант-эксперт общественной палаты муниципалитета Цибринская Ирина Петровна, руководитель Центра традиционной народной культуры Лат. Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. Пригласили вас не случайно, совсем недавно прошло внеочередное заседание общественной палаты, где вручались удостоверения, где снова после пандемии, после такого большого перерыва, все снова встретились глаза в глаза, увидели друг друга, пообщались. Безусловно, нужно сказать, что все эти месяцы вы не сидели без дела в онлайн-режиме, проводились и совещания, строились проекты, работа кипела. Но сегодня мне бы хотелось поговорить не только о планах, которые вы себе наметили и как будет развиваться ваша комиссия. Вот собственно Ирина Петровна сегодня находится здесь, то есть человек такой инициативный, который уже готов поделиться своим опытом и готов вступить в ряды общественников, чтобы помочь развитию нашей народной промыслы, сделать нашу землю очень привлекательной в плане именно туристического, народного промысла. И про конкурс бы хотелось поговорить. Галина. Да, наша комиссия буквально два месяца прорабатывала различные варианты. Мы все знаем, что наш туризм, наконец-то на внутренний экологический туризм все обратили внимание. Пандемия, можно сказать, сыграла для нас хорошую историю. То есть не обязательно ехать далеко, чтобы насладиться красотами природы, уникальными пейзажами, погрузиться в историю. Причем действительно этим, как ничем иным, богатый Одинцовский округ. Одинцовский округ, да. Из Венигорода, в частности. Да, который к нам примкнул и делится своим богатством и своими интересными историями, также туристического плана. Поэтому то, что происходило с туризмом во время пандемии, то есть вектор сменился, и сейчас туризм стал таким локомотивом нашего правительства. То есть это его выделили в отдельный блок. Это не то, что, как раньше было, мы то ли к культуре относимся, то ли к спорту. То есть сейчас туризм внутренний стал полноценным участником работы. И все понимают, что этим нужно заниматься. И, ну, скажем честно, у нас наша страна богата даже больше, чем те страны, которые мы выезжаем отдыхать. То есть у нас и под Звенигородом, и у нас в Одинцовском городском округе есть на что посмотреть, где побывать. Причем интересно ведь не только взрослым, но и детям. Конечно, конечно, да. Поэтому за эти последние два месяца наша комиссия очень плодотворно работала. И планов у нас много, и экскурсионные у нас есть задумки, которые мы хотели бы проработать. Но так как мы сидели онлайн, мы все-таки решили сделать конкурс, фестиваль, туристический сувенир Одинцовской земли. Мы, хочу большое спасибо сказать администрации, лично переверзивой Валентине Викторовне, которая выслушала нас и поддержала. И мы будем работать на таких равноправных правах. То есть я думаю, даже они будут больше нам чем-то помогать, потому что мы нуждаемся. Мы как общественники можем инициировать идею, общественность привлечь, но поддержка административная нам тоже очень нужна. Сам конкурс вырос из такой идеи, что как народные промыслы, так и сувениры – это, в принципе, одна и та же история. То есть люди, которые что-то производят, они могут и должны это продавать. И продавать не просто, как мы возьмем за пример, мыло или валенки. То есть, ну, а чем они отличаются? Но если это привязать к истории, например, Одинцовского городского, даже если на этом писать слово «Одинцово», «Веземо», то есть во время конкурса мы будем давать небольшие мастер-классы и рассказывать, чем же все-таки туристический сувенир отличается от просто ремесла. Но у нас, почему мы пригласили, я считаю, это просто подарок для нашей общественной палаты. И ремесленно, да. Безусловно, это прям ваша стезя, ваша тема на 100%. Да, потому что есть такие моменты, как просто хедмэ, ремесленничество, что люди что-то производят, а есть действительно законодательно прописанные функциональные народные промыслы. То есть это то, что прописало государство. И мы это, может быть, даже какой-то отдельный проект вынесем. У нас не так много этих народных промысловиков, которые мы должны гордиться такими людьми. Честно, вот есть на территории муниципалитета, Ирина Петровна, остались вот эти жемчужины. Мастера, которых действительно остается, к сожалению, очень мало. И как-то неохотно сейчас молодежь и дети перенимают это все. Мне кажется, что как раз-таки ваш конкурс, ваш этот проект, он привлечет внимание этого рода в первую очередь. То есть преемственность будет. Да, нужно рассказывать. И я думаю, что те люди, которые есть, может быть, немножечко о ком-то расскажете. Ирина Петровна, давайте, открывайте завесу. Тайну надо открывать. Ну, во-первых, с первой гордостью нашего округа является заслуженный такой мастер, это скопинский народный мастер, Попов Александр Васильевич. Мы начнем с тех мастеров, которых мы должны обязательно почитать и знать о их творчестве. Несмотря на то, что промысел – это не наш, не в нашем районе и округе, но настолько много сделал Александр Васильевич. Он не только продолжатель, он и возродил некоторые моменты. Это обварная керамика, то есть керамика вываривается в травах. Замечательный очень. У него учеником является его сын. Это очень преемственность, уже так мы отметим, скажем. Ну и, конечно, моя гордость – это мой ученик. Я с гордостью могу назвать, что это Ярослав Аршинов. Он проживает в Дубках. Он является также народным мастером России. Богородский, он резчик. Сейчас он молодой достаточно. И собирает материал о резьбе Богородской, о мастерах тех, той старой закалки, которой там маховая резьба была и так далее. То есть мы с ним сотрудничаем. Есть у него там какие-то, естественно, трудности, потому что это искусство, это считаю такое искусство, потому что работать резцом – это тоже надо уметь. И за верстаком, за станком, так скажем. Ну, у него сложности в реализации. Все любуются, радуются. Вот хотелось, чтобы музей хотя бы даже нашли, приобрел именно в память, что есть такой мастер, потому что все работы и композиции, они меняются, тематика разная. Но у него в основном отражен крестьянский быт. Я ему помогала. И в нашей гимназии ОЛГ проводились съемки. Есть о нем видеофильмы, мастер-класс, он проводит ремесло 3. Практически всегда его работы выставляются и на выставках «Рождественская пасхальность». И «Радость», да, и «Рождественская звезда», ну, в качестве такого образца. Да, у него есть ученики. Я очень рада, что занимаются, приходят ребята, и даже и взрослые, то есть интересуются люди. Поэтому нужно… Ну, вот продажа – это все-таки один момент, а вот привлечение именно интереса к этому промоузлу и возможность посетить мастерскую. Вот опять же, если мы возвращаемся к туризму, если мы берем какие-то вот такие точки притяжения по муниципалитету, вот это в будущем как-то планируется развивать? Да, вот я еще раз повторю, это все-таки наша инициатива общественной палаты, и я думаю, нас администрация поддержит, потому что, в принципе, каких-то вложений, они там минимальны. То есть это то, что мы должны продумать и сделать такие точки притяжения совместно, потому что мы должны все равно этих мастеров, которые сейчас пройдут этот конкурс, они все равно должны реализоваться, может быть, и продажами, и где можно посмотреть и мастер-класс, где они это проводят, и также увидеть просто это в работе, потому что… Боже, этот конкурс, он для профессионалов, то есть для профессиональных ремесленников? Нет, не совсем. То есть почему мы назвали, мы долго думали, то есть это проходило большое обсуждение у нас, конкурс будет разбит у нас на градации, мы даже округ наш поделили на три таких кластера, то есть это будет кластер Звенигородский, кластер со стороны Кубинки и кластер в сторону Барвихи, то есть потому что мы будем проводить и давать какие-то рекомендации предварительно, то есть может быть помогать, рассказать, какие исторические туристические моменты могут люди отразить. И это могут делать те, кто что-то производит своими руками, то есть в этом поучаствовать, то есть это не обязательно. У нас даже будет такой момент там, как идея туристическая, то есть может быть кто-то изготовит туристический сувенир, придумает, в единственном экземпляре как идея, и может быть кто-то захочет это просто реализовать, измастеров или ремесленников для продажи. То есть на выходе должен получиться какой-то бренд определенный, символ туристической привлекательности нашего муниципалитета. То есть если Мышкин, это там Мышка, разные города с своей есть изюминки, и именно поэтому мы, когда говорим про внутренний туризм, очень многие выбирают такие популярные направления, это и Суздаль, и Ярославль, но то, что вот здесь недалеко, то, что можно доехать, посетить, но опять же мы не знаем, что внутри. Вот возвращаясь к проблеме, почему вот вопрос возник, то есть мы не знаем, по сути, истории своего края. Но вот так досконально, так интересно, и о людях не всегда мы знаем, об уникальных, которые живут на нашей земле, и очень бы хотелось, чтобы, безусловно, вот в рамках этого проекта тоже вот этих ремесленников, и мы готовы со своей стороны, со стороны телеканала, оказать вам информационную поддержку, и рассказывать, потому что это, безусловно, это важное дело. Да, мы причем решили, что это будет конкурс, ну, по крайней мере, у нас мы три года в общественной палате, то есть мы его будем проводить, наша комиссия будет, мы проведем первый в 2020-м, потом мы точно так же учтем ошибки, проведем в 2021-м, в 2022-м, то есть потому что кто-то, может быть, не услышит, да, какие-то мастера, кто-то, может быть, не успеет поучаствовать, и смысл этого конкурса, что мы должны найти интересные проекты, интересные истории, и создать такой бренд, то есть этот конкурс на то, что мы должны брендировать на наш район, а брендирование – это работа с историей, с туристической, и с тем, что кто-то что-то производит, и мы должны это людям дать, потрогать и купить, то есть потому что в тот же Суздаль, в тот же Мышкино приезжает за историей, и берут эту историю маленькую, маленькую вязаную мышку, да, там, пряник-мышка, вот, ну, это такой как бы пример, хотя у нас не нужно придумывать, да, мы взяли вот эту мышку, там, ну, это мы понимаем, что немножечко такая история придуманная, а у нас-то это придумывать даже не надо, то есть у нас практически вся история России проходила на нашей земле, на Одинцовской, да, то есть и французы, и поляки, и немцы, и проходили у нас, и цари у нас на нашей земле были, то есть и царская дорога у нас практически по всей нашей территории. И это... Если верить в историю, Звенигро-то мог вполне себе стать столицей России, если бы некоторые нюансы не произошли, и все-таки столицы решили сделать в Москве. Да, но может быть и хорошо, потому что мы имеем, с другой стороны, очень красивые природные богатства, то есть потому что не нужно забывать о том, что какая-то экологическая составляющая, то, что мы видим, да, рисуют художники, это тоже богатство, которое многие потеряли. Ведь именно поэтому здесь всегда эта земля была так любима писателями, художниками, театралами, художниками, поэтами, то есть всегда стремились, сюда приезжали за вдохновением. Поэтому я думаю, что есть над чем работать. Конечно, конечно. И мы приглашаем людей, которых может быть в нашу комиссию, у которых есть, может быть, задумки, которые могут расширить или помочь, потому что мы находимся, так скажем, сейчас, как я говорю, когда строишь дом, мы сейчас находимся на месте и рассматриваем фундамент, потому что нужно все-таки заложить фундамент и такой бренд, и понять, как это доносить, и как это работать с людьми над этой историей. Потому что многие, та же Коломна, Мышкина, они над этим уже проработали, и у них уже они докладывают, грубо говоря, обои, крышу, коньки красивые. Конечно, на другом немножко и так, чем мы. Ирина Петровна, вот ваше решение вступить в ряды общественников, я так думаю, оно было добровольным, взвешенным. Конечно, конечно. Вот все-таки какой след вы хотите оставить? Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы, во-первых, наша Одинцовская земля, она очень богата мастерами. Мы о многих и не знаем. Самый распространенный промысел, если мы говорим о народном промысле, это Кобяковская фабрика, это лазоплетение. Надо найти этих мастеров, кто еще там работает, пригласить старых мастеров, сделать такую передачу хорошую. Затем надо прочитать эту книгу опять перед собой, уложить Одинцовская земля и посмотреть, какие деревни раньше были, чем знаменитые. У нас и часыходики были, и козырьки от этих фуражек, шахматы где делали, где матрешек точили. То есть, сохранилось ли это? Вот еще выявить. Вот мне самой интересно составить карту Подмосковья и на нашей Одинцовской земле. Какие промыслы существовали и существуют сейчас. И, естественно, мастера. Но надо еще помнить о том, что как в народных промыслах, так и в ремесле принцип существует – польза, прочность, красота, чтобы вот это присутствовало. И когда будут выставлять мастера свои работы, мы, конечно, будем радоваться, смотреть, наблюдать и, конечно, и советовать что-то. Но мне бы очень хотелось, чтобы наши мастера обменивались опытом с молодежью, с ребятами, с детьми. В общем, планы, конечно, сейчас надо все подумать, придумать. Мне кажется, это такой огромный пласт. Разработать, да. Головиню, гладить, варяты, руки делали. Как все хватить. Да, но еще и детей. Вот я уже Галина Васильевна как бы немножко подсказываю и говорю. Я езжу по всей России. Я весь север проездила, можно сказать. В экспедициях была промыслы посетила. Сама видеосъемку проводила промыслы. Но все это в таких кассетах, если бы это переснять, потом диски для ребят все это показывать. Это, конечно, обучающий процесс. Но хотелось бы, конечно, наш район изучить еще и поднять. И привлечь начинающих мастеров. Есть еще современное уже искусство к нам добавилось. Их тоже нельзя отстранять. Потому что молодые девушки, они очень тяготеют сейчас вот к оформлению. Даже, скажем, эти цветы – это тоже искусство. Значит, надо уже делать там из различных материалов. Но, однако, еще вот этот момент, который я хочу… На Урале я посещаю постоянно каждый год почти Базурский фестиваль. Я учусь у них. Как у них все это, ну, красиво, что ли, сделано. Провести такой конкурс среди учеников, где они проживают, чтобы они написали проекты. И, возможно, они знают какого-то мастера. А потом это вот сделать, опубликовать в альманах какой-то, там книжечки такие. Ну, чтобы вот… И тогда и дети будут заинтересованы, да, выявить этих мастеров. У бабушек спросить. У нас есть мастера, которые очень красиво и правильно делают народные тряпичные куклы. Но в нашем городе проживает еще два знаменитых человека. В Баковке у нас искусствовед знаменитый профессор Некрасова Мария Александровна, которая занимается народной культурой и народным творчеством всю свою жизнь. Вот. Затем у нас проживает Иванова Юлия Борисовна, которая вот сейчас готовится провести международный конкурс «Народная кукла». То есть мы гордимся этими людьми. И еще замечательный человек, режиссер, которая все эти фильмы, видеофильмы «Ремесло» снимала по всей России. Вот надо… Хотелось бы призвать этих людей к нам на помощь. И тогда в целом у нас будет… Как вам попасть? Как вам присоединиться? Что для этого нужно сделать? Давайте вот прям дорожную карту, Галина. Ну, как можно? Можно написать в общественную палату. У нас есть, если на наш сайт общественной палаты зайти, есть обращение. Можно просто зайти и написать пожелание, присоединиться. У нас секретарь просто передаст мне то, что люди напишут, какие-то контакты, я с ними свяжусь. Ну, в принципе, даже если найти твою страницу в Фейсбуке, я думаю, что ты тоже не откажешь, да, если поступит личное сообщение. Насколько сейчас упрощена или сложна процедура вступления в консультант-эксперты общественной палаты, в члены общественной палаты? То есть вот насколько сейчас это все происходит быстро, и люди действительно могут, так скажем, официально уже заниматься этой деятельностью и вносить свой вклад в это дело? Ну, насколько я знаю, членом, чтобы стать, это долгий труд нужно, то есть это проходится отбор, и он уже… Ну, проще всего, наверное, консультант-экспертам, да? Это и быстрее. Конечно. И ты, ну, действительно можешь сразу же руками занять себя. Да, да. Есть у нас много комиссий, я как бы призываю, чтобы люди… То есть консультантам-экспертам он практически так же вступает в работу как член, только может быть чуть меньше ответственности, да, то есть потому что мы должны как члены быть и на заседаниях, и там какие-то голосования. А чтобы что-то делать и быть таким полноценным общественником, нужно, ну, определиться с комиссией, да, какая интересная у нас там есть, и ЖКХ, есть и здравоохранение, вот у нас есть туризм и народные промыслы. Просто написать свои пожелания, рассказать о себе, да, и каждый председатель комиссии просто пообщавшись с человеком, ну, поймет, то есть человек может как бы внести по пользу, я думаю, что примут все, потому что я, например, ну, не отказываю. Я считаю, что чем больше людей, общественников в этом участвуют, это только обогащает и делает лучше любой проект, любую команду. Поэтому я за то, чтобы люди приходили и участвовали в общественной жизни, потому что вот я сама также пришла простым консультантом-экспертом, потом стала членом, потом стала председателем по экологии, а потом стала председателем по туризму и культуре, народным промыслом. Вот, поэтому если человек чувствует, что у него есть что дать другим людям и как-то поучаствовать только за... Когда конкурс стартует, куда можно отправлять свои идеи, возможно, уже разработки? Да, мы решили, что сейчас мы немножечко рассказываем, да, мы сейчас готовим положение, а все-таки сам конкурс у нас стартует в сентябре. То есть вот мы с сентября бы хотели его запустить. Ну, в принципе, вся, наверное, официальная информация будет на официальном сайте, в группе общественной палаты. Я надеюсь, да, что мы также к вам обратимся, вы, может быть, какие-то ролики небольшие, просто заставочки пустите, чтобы больше людей как бы увидели, услышали и поучаствовали, я считаю, в этом интересном. То есть создаем все вместе туристический бренд Одинцовского округа. Ну, по сути. Ну, это громко, да? Ну, по сути. Это уже, наверное, такая конечная, такая максимальная цель. Ну, да. Но, безусловно, сначала это знакомство и с промыслами, и выявление вот тех самых мастеров, талантливых ремесленников, кто может и поделиться своим опытом, кто действительно может создать. И, с другой стороны, вы и ремесленнику поможете реализовать свою продукцию. И, с другой стороны, какую-то фишку нашего округа тоже разработаете. Да, я маленькую историю скажу. Вот говорят, что нужно искать. Мы совсем недавно, есть в деревне Гигерево, где снимали все сказки наши. То есть наша земля богата историей, даже современной. Снимали все сказки Роу. Это на нашей земле Денцовской под Звенигородом. И я тоже узнала, что, оказывается, в этой деревне производились чайные коробочки для чаю. Вот, из липы делались. То есть это все надо искать. Да, действительно, вот это вот с картой, где какое промысло. В том же Рыбышкино, например, делались из карельской березы портсигары. То есть у нас, на самом деле, очень было развитое ремесленничество на нашей земле. Поэтому это нужно возрождать, я считаю. Это очень интересно, а еще это все соединять с историческими фактами. Получается очень привлекательная история. Да, история. А можно еще к истории. О деревне Викино, знаменитые наши бирюльки. Это обязательно. Нужно говорить об этом тоже. Дети очень любят. У меня вот всегда это самая большая заслуга, когда, если они поиграют в эти бирюльки. Как соломенные, как точеные, настоящие. Поэтому это очень радостно. Но я хочу еще добавить, что комиссия по туризму, народным промыслам, но я бы еще хочу добавить, и ремеслам, чтобы мы не отделяли промыслы промыслы. Да, совершенно верно. У нас их есть, но ремесел у нас, и ремесленников, как вы говорите, очень много. Вот добавить ремесел еще, пожалуйста. Учтем. Учтем. Пожелаем. Правда, программа. Да, да. Вносим корректировки. Это нужно. А как мы ремесло ставим? Ремесленник, он думает, мастерит, он ремеслом занимается. Спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня в нашу студию, рассказали о вашем проекте. Это действительно очень интересно. И ты правильно сказал в самом начале нашей программы, что сейчас мы как никогда обращены на внутренний туризм. Это действительно сегодня востребовано, это действительно интересно, популярно. Я даже могу сказать по себе, что я так много по стране не ездила, как этим летом. И то, что я увидела вместе со своей дочерью, это удивительно, это поражает и горы, и море, и пейзажи просто потрясающие нашей черноземной полосы. Но это фантастически. К сожалению, мы так мало на это обращаем свой взор. И вот сейчас вот то самое время, когда на пике популярность этого направления. Не было хубер, но помогло. Не было бы счастья, но несчастье помогло. Поэтому пусть счастье будет всем, и всегда все будут здоровы и счастливы. И, безусловно, конечно же, гордятся историей в первую очередь своей родной земли, своего родного края. Нам действительно есть чем гордиться, и есть о чем рассказывать нашим телезрителям и гостям нашей Одинцовской земли. Всем желаю я успеха и лада. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok